ребята у нас какой-то кошмар происходит сегодня уже суббота у нас такой порыв ветра в общем я вчера занималась ремонтом вы же там провода телепатии вообще не поможет мне страшно барсик в шоке в общем вчера я занималась ремонтом этом полку долго собирала у нас поднялся очень сильный ветер дождь лил чё соседи не закрыли брамки мы их не посрывает сейчас эти брамки на все закрывать чтобы ничего нигде не это и говорила чтобы очень сильный ветер у нас и где-то еще двух часов ночи не было нас отключили свет я все по выключала с розеток ну для того чтобы если перебой будет какой-то электроэнергии чтоб ничего никакая техника у нас не сгорела и не могла я вчера уснуть я лежала крутилась вертелась в такой полной тишине ты не можешь спать из-за того что очень сильно шумит ветер сегодня у нас опять то же самое продолжается и честно я уже устал от этого ветра капец страшно там какая-то клеенка он по вылетал мусор летает откуда-то непонятно у кого-то со двора по вылетал барсюш пойдем посмотрим с той стороны что у нас происходит на барсик вот тут листья летают боже как у нас жабор жабор новое польское слово жабор я не проснулась еще надо пойти кофе попить так что я говорила куханы как у нас забор телепается просто а я поняла что брамки потому что он едет домой ему брамки открыли ну вы закрывайте брамки а то подрывает и да конечно ну когда-нибудь же должно закончиться мне страшно с такой сильный ветер после того как я увидела что он происходит но где там в катавицичи в кракове путаю в кракове что там посрывала крыши у людей этот кран упал мне честно говоря боже как там елка вот эта мне кажется она сломается бедная а на камере кстати не так уж и видно это все не страшно пойдем барсик посмотрим с той стороны что там происходит только ты далеко от меня не уходи то улетишь листья летают не поймет что это наше в хаотичном состоянии летать пойдем барсюша ребята посмотрите на куст такое ощущение как будто он с ума сошел мне страшно выходить и ты тоже молодец иди сам на двор а вдруг на ветром унесет у нас он забор вообще телепается со всех сторон мне кажется его час сломает вообще пойдем ну ты далеко не отходи от меня хорошо ой ой аккуратненько елка упала тяжелая не знаю как ее так завалила конечно чена тяжелая ой 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 барсику страшно боже мой мать что это такое мамочка родная что происходит страшно чего это вылетело блин ребята это мой этот забор поломало вау задыхаюсь это мой забор поломало все капец его повырывало походу только в прошлом году сделала ой 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 ну конечно смотрите ох мама дорогая смотрите поплевало тут все у меня вот этот забор вырвало мамочка родная вырвало и он летает у меня тут весь поломался всё очень помещение морем берег gli в � ой Ой-ой-ой. Как мы дойти? Да как мы у него! Это какой-то вообще кошмар. Борьба какая-то. Так, теперь надо как-то обратно мне вернуться. И всё. И забежать домой. Домой. Смотрите, вам вырывало тут всё. Придётся всё переделать. Не знаю, этот вроде как плотненько стоит. Не буду его пока трогать. Барсюша, ты сюда не выходи! Там, смотрите, весь поломался, валяются куски. Ой, и там в рамки открылись, надо пойти закрыть. Ой, боже мой, да что ж такое? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Так, резиновый коврик вижу, что улетел далеко. Слушайте, а ветер прям так подбивает. Реально сильно подбивает. Тяжело идти. Листья танцуют. Листья танцуют. Листья танцуют. Да уж, вот это погодка. Вау! 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 Лазик! Ой, вот, пойдём. Домой заходи, Зай. Пойдём домой. Фух! Ой, наглоталось ветро. Я смотрю, что там... Бля! За листьями бегает. Я смотрю, что там вдалеке ёлку повалило. Видите? Вот, ёлка одна стоит, а вторая лежит. Повалило ёлку. Ужас. Хоть бы у нас ничего не повалило. И там человек только что бегал. Он бегает. Через забор перелазит. Ой, что я снимаю? Вот он бегает. Куда он побежал? И ёлку свалило. Ну да, он её фотографирует. Всё. Все с телефонами, все сразу фотографируют, снимают всё. Фоткает, как ёлку повалило. Там, походу, повырывало хорошо им ёлки. Раз он стоит фотографирует. Он фотографирует ёлку, а я и фотографирую его. А Барсик бегает за листиками. Барсик, пойдём домой. У тебя ветром дует. Так, я пошла ворота закрою и домой. Ухана, я не пойму. Ой, Барсик, ну ты прям под ноги. У них сломался забор, и поэтому они не закрывают. Или ты не видел? Он сейчас снял его? Просто иду по коридору, смотрю, а у них вот эта вот брамка, она снятая с этого. А может, и с снял его? Я просто не помню, когда я снимала, она так была снята или это? Или он сейчас её снял? Что показать? А, я тебе закрываю? А, тут за ёлкой не видно. Ой. Ну да. Так, а смысл ты до неё пишешь? Там Андрей дома, а она ж на работе. О, Нанька идёт куда-то. Солнышко светит. Да, но зарвало им. Но небо такое тёмное, затянутое. Ладно, пойду я. Ну вот с этой стороны видно хорошо. Я иду с кухни, смотрю, а оказывается у них ворота не просто открытые, видите? Зарвало, походу. А может, он снял их? В общем, непонятно. Ой, господи, что оно происходит? Страшно, конечно, очень страшно. Вообще, когда какие-то такие стихии погодные, ветер, дождь, сильный град, ураганы, торнадо, землетрясения, то, конечно, здесь человек вообще никак не может ничего спасти, ничего сберечь. Потому что, ну, потому что что? Человек не есть всесильный. Погода, стихии, они диктуют свои правила. И человек как бы не пытался, как бы не старался, но ничего не может. Человек очень слабый, по сути, в жизни особь. Слабая особь, да, Барси? Ну, ладно, пойду делать кофе. Хватит снимать про ветер. Надо дела делать. Правда, я не знаю, как Милаш планирует ехать в город, потому что по такой погоде мне вообще не хочется никуда выезжать. Во-первых, это опасно. Во-вторых, мне страшно за машину, не дай бог что-то прилетит. Поэтому, не знаю, сейчас подумаем еще. А, кстати, ребята, пользуясь случаем, показываю вам свое дерево. Это у меня растет авокадо. Авокадо, большего не надо. Такая вот красота. Нравится мне он очень. Такие листочки разноцветные. Пусть растет. Все, всем пока, Бусячики. Все-таки, ребята, там... Кот пришел есть это хлеб. Все-таки, ребята, там что-то случилось, какая-то авария, что-то на крыше. Я не пойму, то ли провод там лежит. Вот только что подъехала машина, страж пожарный. Это не проверяют. Конечно, страшно, что происходит с погодой. Сейчас там трактор что-то. Трактор выезжает. Приехала небольшая машинка такая, газелька. И там трактор, они трактор подгоняют. Там провод упал. Может, вот это вчера ночью у нас... Ну, сегодня ночью у нас и свет выключили. Но я спала не вставала и в это... Во сколько я... В 7 утра встала, свет уже был. Боже, они там мужика ковшом этим не заденут. Чё они делают. Угу. А у соседей все-таки ворота ломались, потому что он там ворилов. И они там ворота саю. Тоже ветром ворота. если бы он упал на дым проводов везде свет у нас тоже не было света, значит, у меня просто визуально так ложится, залипал ой, ну ладно, что они там ходят, крутят, вообще ничего не делают что они туда-сюда и не потому что они делают, они хотят забор поверить или что они, потому что внизу гнут, взломают может они хотят выгнуть забор, чтобы в тракторе, как с твоим умом уставишь там не, наверное, не память, потому что, я думаю, если бы действительно камер, то включили бы свет везде а они там, что-то внизу, ну там, понимаешь, такая, сложная же передать, там где-то куски какие-то, кажется, может это посрывало ее вдалеке, кажется, как мокростью, потому что, с левой стороны реально мокростью, то справа, я не знаю, наверное, посрывало ее, видно доски ну, все, они одевают глазки, сейчас подъезут вверх, наверное господи, я испугалась от телефона, понимаешь, что это звучит у нас все приходят сообщения ладно, время идет, мне надо дела делать, надо воды налогреть покупаться да, он умает забор там какой-то стол, они что-то там взяли, ладно, не понятно ладно, пусть занимаются своими делами, а я пошла заниматься своими делами правда, я не знаю, как мне все сделать, потому что у нас вода по ниточке течет и непонятно будет ли вода, нормальный напор не будет потому что так толком ни посудомойку не могу включить, ни постирать, ни покупаться нормально включим вот такая у нас суббота, ребята не знаю, вам видно будет или нет у нас походу сливную трубу эту ну, не сливную, а вот эта вот ой, как она называется ну, в общем, видите, там труба телепается походу ее вырвало сейчас пойду посмотрю капец какой-то я не знаю, что происходит вот эта труба внизу она так и была там сняли слив и она так у нас и стояла а вот эта вверху, она была нормально шла к крыше, к верху, к сливу а сейчас я стою, мою посуду, пытаюсь помыть водичка там по ниточке у меня течет я смотрю, что труба торчит а Милаш мне еще и говорил, что с этой стороны какой-то звук такой странный ее телепает, он во все стороны ладно, пойду я, ребят посмотрю, что там происходит ну, что я могу сказать реально вырвала трубу вот она была повернутая ой, кошмар какой-то, ребята оно же происходит вообще такое страшное что у меня настроение сегодня вообще ужаснейшее просто тут ветра такие не поймет, что происходит там, кстати, уже они залезли на крышу МЧСники, или как правильно все летает тут еще эти новости про Украину я, честно говоря, не знаю у меня аж сердце, блин, колет уже от всех этих новостей конечно, я понимаю, что куча провокаций на которые не нужно, как бы, вестись но страшно, очень страшно если, не дай бог, что-то реально на Украине начнется война, я не знаю, что делать у меня родители там ну, это вообще просто жесть какая-то ладно, попытаюсь сейчас ее повернуть ãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Продолжение следует...